Глава 12. Чёрная магия и её разоблачение Глава 12. Чёрная магия и её разоблачение И стала ездить по кругу Встречаясь с ней, человек издавал приветственные крики И ногой снимал с головы котелок Наконец прикатил малютка лет восьми со старческим лицом И зашнырял между взрослыми на крошечной двухколёске К которой был приделан громадный автомобильный гудок Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра Подкатилась к самому краю сцены И зрители первых рядов ахнули и откинулись Потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами Грохнется в оркестр Но велосипеды остановились как раз в тот момент Когда передние колёса уже грозили соскользнуть в бездну На головы музыкантам Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланились Причём блондинка посылала публике воздушные поцелуи А малютка протрубил смешной сигнал на своём гудке Рукоплескания потрясли здания Голубой занавес пошёл с двух сторон и закрыл велосипедистов Зелёные огни с надписью «Выход» у дверей погасли И в паутине трапеции под куполом, как солнце, зажглись белые шары Наступил антракт перед последним отделением Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали Чудеса велосипедной техники семьи Джулли Был Григорий Данилович Римский В полном одиночестве он сидел в своём кабинете Кусал тонкие губы И по лицу его то и дело проходила судорога К необыкновенному исчезновению Лиходеева Присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора в Иренухе Римскому было известно, куда он ушёл Но он ушёл и не пришёл обратно Римский пожимал плечами и шептал сам себе «Но за что?» И странное дело Такому деловому человеку, как финдиректор Проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Воренуха И узнать, что с тем стряслось А между тем он до десяти часов вечера Не мог принудить себя сделать это В десять же, совершив над собою форменное насилие Римский снял трубку с аппарата И тут убедился в том, что телефон его мёртв Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие Почему-то окончательно потрясло финдиректора Но в то же время и обрадовало Отвалилась необходимость звонить В то время, как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка Возвещая начало антракта Вошёл курьер и сообщил, что приехал иностранный артист Финдиректора почему-то передёрнуло И, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролёра Так как более принимать было некому В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки Под разными предлогами заглядывали любопытные Тут были фокусники в ярких халатах и в челмах Конькобежец в белой вязаной куртке Бледный от пудры рассказчик И гример Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя И тем, что явилось в чёрной полумаске Но удивительнее всего были двое спутников чёрного мага Длинный клетчатый, втреснувшем пенсне И чёрный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах Совершенно непринуждённо сел на диван Щурясь на оголённые гримировальные лампионы Римский постарался изобразить на лице улыбку Отчего оно сделалось кислым и злым И раскланился с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване Рукопожатия не было Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору Назвав себя ихний помощник Это обстоятельство удивило финдиректора И опять-таки неприятно В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике Весьма принуждённо и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого О том, где аппаратура артиста Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор Наша аппаратура всегда при нас Вот она Эйн цвей дрей И повертев перед глазами римского узловатыми пальцами Внезапно вытащил из-за уха у кота Собственные римского золотые часы с цепочкой Которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане Под застёгнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой Римский невольно ухватился за живот Присутствующие ахнули А гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул А ваши часики прошу получить Развязно улыбаясь, клетчатый на грязной ладони Подал растерянному римскому его собственность С таким в трамвай не садись Тихо и весело шепнул рассказчик гримеру Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами Неожиданно поднявшись с дивана Он на задних лапах подошёл к подзеркальному столику Передней лапой вытащил пробку из графина Налил воды в стакан Выпил её Водрузил пробку на место И гримеровальной тряпкой вытер усы Тут никто даже и не ахнул Только рты раскрыли А гример восхищённо шепнул «Ай, класс!» Тут в третий раз тревожно загремели звонки И все возбуждённые и предвкушающий интересный номер Повалили из уборной вон Через минуту в зрительном зале погасли шары Вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа И в освещенной щели занавеса Предстал перед публикой полный, весёлый, как дитя, человек с бритым лицом В помятом фраке и несвежем белье Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский Итак, граждане Сейчас перед вами выступит О, я вижу, что количество публики к третьему отделению ещё увеличилось У нас сегодня половина города Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города А он мне отвечает А я живу в другой половине Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдёт взрыв смеха Но никто не засмеялся Итак, выступает знаменитый иностранный артист Мосье Воланд С сеансом чёрной магии Но мы-то с вами понимаем, что её вовсе не существует на свете И что она не что иное, как суеверие А просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса Что и будет видно из самой интересной части То есть разоблачение этой техники А так как мы все как один и за технику И за её разоблачение То попросим господина Волунда Произнеся всю эту ахинею Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони И приветственно замахал ими в прорез занавеса Отчего тот, тихо шумя, и разошёлся в стороны Выход мага с его длинным помощником и котом Вступившим на сцену на задних лапах Очень понравился публике Кресло мне И в ту же секунду, неизвестно как и откуда На сцене появилось кресло, в которое и сел маг Скажи мне, любезный фагот Как по-твоему? Ведь московское народонаселение значительно изменилось Маг поглядел на затихшую, поражённую появлением кресла из воздуха публику Точно так, мессер Ты прав Горожане сильно изменились Внешне, я говорю Как и сам город, впрочем О костюмах нечего уж и говорить Но появились эти, как их Трамваи, автомобили Автобусы Публика внимательно слушала этот разговор Полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены И между их лицами виднелось напряжённое, бледное лицо римского Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены Начала выражать недоумение Он чуть-чуть приподнял бровь Иностранный артист выражает своё восхищение Москвой Выросшей в техническом отношении А также и москвичами Тут Бенгальский дважды улыбнулся Сперва портеру, а потом галереи Воланд, Коровьев Фагот и Кот Повернули головы в сторону конферансье Разве я выразил восхищение? Никак нет, миссер Вы никакого восхищения не выражали Так что же говорит этот человек? А он попросту соврал! Поздравляю вас, гражданин соврамши! С галёрки плеснуло с мешком А Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая... Аппаратура? Совершенно верно, благодарю Сколько гораздо более важный вопрос Изменились ли эти горожане внутренние? Да, это важнейший вопрос, сударь В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами Бенгальский стоял красный, а римский был бледен Но тут маг как бы отгадал начавшуюся тревогу Однако мы заговорились, дорогой Фагот А публика начинает скучать Покажи для начала что-нибудь простенькое Зал облегчённо шевельнулся Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе Фагот щёлкнул пальцами Три, четыре! Поймал из воздуха колоду карт, стасовал её И лентой пустил коту Кот ленту перехватил и пустил её обратно Атласная змея фыркнула Фагот раскрыл рот, как птенец И всю её карту за картой заглотал После этого кот раскланялся Шаркнув правой задней лапой И вызвал неимоверный аплодисмент Пла-ас, пла-ас Восхищён на причале за кулисами А Фагот тыкнул пальцем в портер Колода эта топерича, уважаемые граждане Находится в седьмом ряду У гражданина Порчевского Как раз между трёхрублёвкой и повесткой А вызвав суд по делу об уплате алиментов Гражданке Зельковой В портере зашевелились Начали привставать И, наконец, какой-то гражданин Которого точно звали Порчевским Весь пунцовый от изумления Извлёк из бумажника колоду И стал тыкать ею в воздух Не зная, что с нею делать Пусть она останется у вас на память! Недаром же вы говорили вчера за ужином Что, кабы не покер То жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна Старая штука! Послышалось с галёрки Этот в портере? Из той же компании? Вы полагаете? В таком случае и вы в одной шайке с нами Потому что она у вас в кармане! На галёрке произошло движение И послышался радостный голос «Верно! У него! Тут! Тут! Стой! Да! Да это червонцы!» Сидящие в портере повернули головы На галерее какой-то сметенный гражданин Обнаружил у себя в кармане пачку Перевязанную банковским способом И с надписью на обложке «Одна тысяча рублей» Соседи навалились на него А он в изумлении ковырял ногтем обложку Стараясь дознаться Настоящие ли это червонцы Или какие-нибудь волшебные «Ей-бога, настоящие червонцы!» Кричали с галёрки радостно «Сыграйте со мной в такую колоду» Весело попросил какой-то толстяк В середине портера «Авэк плезир!» «Но почему же с вами одним?» «Все примут горячее участие!» «Прошу глядеть вверх!» «Раз!» В руке у него показался пистолет «Два!» Пистолет вздёрнулся кверху «Три!» Сверкнуло, бухнуло И тотчас же из-под купола Ныряя между трапециями Начали падать в зал белые бумажки Они вертелись Их разносило в стороны Забивало на галерею Откидывало в оркестр и на сцену Через несколько секунд Денежный дождь Всё густее достиг кресел И зрители стали бумажки ловить Поднимались сотни рук Зрители сквозь бумажки Глядели на освещенную сцену И видели самые верные И праведные водяные знаки Запах тоже не оставлял никаких сомнений Это был ни с чем по прелести Несравнимый запах Только что отпечатанных денег Сперва веселье А потом изумление Охватило весь театр Всюду гудело слово «Червонцы! Червонцы!» Слышались восклицания «Ах! Ах!» И весёлый смех Кое-кто уже ползал в проходе Шаря под креслами Многие стояли на сидениях Ловя вертлявые капризные бумажки На лицах милиции Помаленьку стало выражаться недоумение А артисты без церемонии Начали высовываться из кулис В билетаже послышался голос «Ты чего хватаешь?» «Это моя! Ко мне летела!» И другой голос «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха Тотчас в билетаже появился Шлем милиционера Из билетажа кого-то повели Вообще возбуждение возрастало И неизвестно во что бы всё это вылилось Если бы фагот не прекратил денежный дождь Внезапно дунув в воздух Двое молодых людей Обменявшись многозначительным весёлым взглядом Снялись с мест И примёхонько направились в буфет В театре стоял гул У всех зрителей возбуждённо блестели глаза «Да, да, да, неизвестно во что бы всё это вылилось Если бы Бенгальский не нашёл в себе силы И не шевельнулся бы Стараясь покрепче владеть собой Он по привычке потёр руки Вот, граждане, мы с вами видели случай Так называемого массового гипноза Чистый научный опыт Как нельзя лучше доказывающий Что никаких чудес и магии не существует Попросим же маэстро Воланда Разоблачить нам этот опыт Сейчас, граждане Вы увидите, как эти якобы денежные бумажки Исчезнут так же внезапно, как и появились Тут он зааплодировал Но в совершенном одиночестве И на лице при этом у него играла уверенная улыбка Но в глазах этой уверенности отнюдь не было И скорее в них выражалась мольба Публике речь Бенгальского не понравилась Наступило полное молчание Которое было прервано клетчатым фаготом Это опять-таки случай так называемого вранья Бумажки, граждане, настоящие! Браво! Отрывисто рявкнул бас где-то в высоте Между прочим, этот мне надоел Суется все время, куда его не спрашивают Ложными замечаниями портит сеанс Что бы нам такое с ним сделать? Голову ему оторвать! Сказал кто-то сурово на галерке Как вы говорите? Ась! Голову оторвать! Это идея! Бегемот! Делай! Эй! Цвей! Дрей! И произошла невиданная вещь Шерсть на черном коте встала дыбом И он раздирающе мяукнул Затем сжался в комок И как пантера махнул прямо на грудь бенгальскому А оттуда перескочил на голову Урча пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье И дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее Ударила вверх и залила им анишку и фрак Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол В зале послышались истерические крики женщин Кот передал голову фаготу Тот за волосы поднял ее и показал публике И голова эта отчаянно крикнула на весь театр Доктора! Ты будешь же в дальнейшем молоть всякую чушь Не буду больше Ради бога, не мучьте его! Вдруг, покрывая гамм, прозвучал из ложи женский голос И маг повернул в сторону этого голоса лицо Так что же, граждане, простить его, что ли? Простить, простить! Раздались вначале отдельные, преимущественно, женские голоса А затем они слились в один хор с мужскими Как прикажете, месье? Ну что же, они люди как люди Любят деньги Но ведь это всегда было Человечество любит деньги Из чего бы те ни были сделаны Из кожи, или из бумаги, или из бронзы, или из золота Ну, легкомысленны Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних Квартирный вопрос только испортил их Наденьте голову! Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею И она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась И главное, даже шрама на шее никакого не осталось Кот лапами обмахнул фраг бенгальского и пластрон И с них исчезли следы крови Фагот поднял сидящего бенгальского на ноги Сунул ему в карман фрага пачку червонцев И выпроводил со сцены «Катитесь отсюда! Без вас веселей!» Бессмысленно оглядываясь и шатаясь Конферансье добрел только до пожарного поста И там с ним сделалось худо «Голова моя! Голова!» В числе прочих к нему бросился Римский Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками «Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите! Картины возьмите! Только голову отдайте!» Курьер побежал за врачом Бенгальского пробовали уложить на диван в уборный Но он стал отбиваться Сделался буин Пришлось вызывать карету Когда несчастного Конферансье увезли Римский побежал обратно на сцену И увидел, что на ней происходят новые чудеса Да, кстати В это ли время или немножко раньше Но только маг вместе со своим полинялым креслом Исчез со сцены Причем, надо сказать, что публика Совершенно этого не заметила Увлеченная теми чрезвычайными вещами Которые развернул на сцене фагот «Аферича, когда этого надоедалу сплавили Давайте откроем дамский магазин» И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами Возникли громадные зеркала С боков освещенные зеленоватыми трубками А меж зеркал витрины И в них зрители в веселом ошеломлении Увидели разных цветов и фасонов Парижские женские платья Это в одних витринах А в других появились сотни дамских шляп И с перышками, и без перышек И с пряжками, и без них Сотни же туфель Черных, белых, желтых Кожаных, атласных, замшевых И с ремешками, и с камушками Между туфель появились футляры И в них заиграли светом Блестящие грани хрустальных флаконов Горы сумочек Из антилоповой кожи Из замши, из шелка А между ними целые груды Чеканных, золотых, продолговатых футлярчиков В которых бывает губная помада Черт знает откуда взявшаяся Рыжая девица в вечернем черном туалете Всем хорошая девица Кабы не портил ее причудливый шрам на шее Заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой Фагот, сладко ухмеляясь Объявил, что фирма совершенно бесплатно Производит обмен старых дамских платьев и обуви На парижские модели И парижскую же обувь То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего Кот начал шаркать задней лапой Передней в то же время Выделывая какие-то жесты Свойственные швейцарам, открывающим дверь Девица хоть и с хрипотцой Но сладко запела Картавя что-то малопонятное Но, судя по женским лицам в портере Очень соблазнительное Герален Шанель номер пять Митсука Нарсис Нуар Вечерние платья Платье-коктейль Фагот извивался Кот кланялся Девица открывала стеклянные витрины Прошу! Без всякого стеснения и церемоний! Публика волновалась Но идти на сцену пока никто не решался Но, наконец, какая-то брюнетка Вышла из десятого ряда портера И, улыбаясь так, что ей, мол, решительно Все равно и, в общем, наплевать Прошла и по боковому трапу Поднялась на сцену Браво! Приветствую первую посетительницу! Бегем от кресла! Начнем с обуви, мадам! Брюнетка села в кресло И Фагот тотчас вывалил на ковер Перед нею целую груду туфель Брюнетка сняла свою правую туфлю Примерила сиреневую Потопала в ковер Осмотрела каблук А они не будут сжать? Задумчиво спросила она Что вы, что вы? И кот от обиды мяукнул Я беру эту пару, мосье Сказала брюнетка с достоинством Надевая и вторую туфлю Старые туфли брюнетки Были выброшены за занавеску И туда же проследовала И сама она В сопровождении рыжей девицы И Фагота Несшего на плечиках Несколько модельных платьев Кот суетился, помогал И для пущей важности Повесил себе на шею сантиметр Через минуту Из-за занавески вышла брюнетка В таком платье Что по всему портеру Прокатился вздох Храбрая женщина До удивительности похорошевшая Остановилась у зеркала Повела обнаженными плечами Потрогала волосы на затылке И изогнулась Стараясь заглянуть себе за спину Фирма просит вас принять это На память Фагот подал брюнетке Открытый футляр с флаконом Мерси Надменно ответила брюнетка И пошла по трапу в портер Пока она шла Зрители вскакивали Прикасались к футляру И вот тут прорвало начисто И со всех сторон На сцену пошли женщины В общем возбужденном говоре С мешках и вздохах Послышался мужской голос Я не позволю тебе И женский Деспот и мещанин Не ломайте мне руку Женщины исчезали за занавеской Оставляли там свои платья И выходили в новых На табуретках с золочеными ножками Сидел целый ряд дам Энергично топая в ковер Заново обутыми ногами Фагот становился на колени Орудовал роговой надевалкой Кот изнемогая под грудами сумочек и туфель Таскался от витрины к табуретам и обратно Девица с изуродованной шеей То появлялась, то исчезала И дошла до того, что уж полностью Стала тарахтеть по-французски И удивительно было то, что ее с полуслова Понимали все женщины Даже те из них, что не знали Ни одного французского слова Общее изумление вызвал мужчина Затесавшийся на сцену Он объявил, что у супруги его грипп И что он поэтому просит передать ей Что-нибудь через него В доказательство же того, что он действительно женат Гражданин был готов предъявить паспорт Заявление заботливого мужа Было встречено хохотом Фагот проорал, что верит Как самому себе и без паспорта И вручил гражданину две пары шелковых чулок Вот от себя добавил футлярчик с помадой Опоздавшие женщины рвались на сцену Со сцены текли счастливицы в бальных платьях В пижамах с драконами В строгих визитных костюмах В шляпочках, надвинутых на одну бровь Тогда Фагот объявил Что за поздним временем Магазин закрывается до завтрашнего вечера Ровно через одну минуту И неимоверная суета поднялась на сцене Женщины наскоро, без всякой примерки Хватали туфли Однако буря ворвалась за занавеску Сбросила там свой костюм И овладела первым, что подвернулась Шелковым в громадных букетах халатом И кроме того, успела подцепить два футляра духов Ровно через минуту Грянул пистолетный выстрел Зеркала исчезли Провалились витрины и табуретки Ковер растаял в воздухе Так же, как и занавеска Последней исчезла Высоченная гора старых платьев и обуви И стала сцена опять строга, пуста и гала И вот здесь В дело вмешалось новое действующее лицо Приятный, звучный и очень настойчивый баритон Послышался из ложи номер два Все-таки желательно, гражданин артист Чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов В особенности фокус с денежными бумажками Желательно так же и возвращение конферансья на сцену Судьба его волнует зрителей Баритон принадлежал никому иному Как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплиярову Председателю акустической комиссии московских театров Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами Пожилой, дорогой и модно одетой И другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола Была супругой Аркадия Аполлоновича А вторая — дальней родственницей его Начинающей и подающей надежды актрисой Приехавшей из Саратова И проживающей на квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги Пардон, я извиняюсь Здесь разоблачать нечего Все ясно Нет, виноват Разоблачение совершенно необходимо Без этого ваши блестящие номера Оставят тягостное впечатление Зрительская масса требует объяснения Зрительная масса Как будто ничего не заявляла Но принимая во внимание Ваше глубоко уважаемое желание, Аркадий Аполлонович Я, так и быть, произведу разоблачение Но для этого разрешите еще один крохотный номерок Отчего же? Но непременно с разоблачением Слушай, слушаюсь Итак, позвольте вас спросить Где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович? При этом неуместном И даже, пожалуй, хамском вопросе Лицо Аркадия Аполлоновича изменилось И весьма сильно изменилось Аркадий Аполлонович Вчера вечером был на заседании Акустической комиссии Но я не понимаю Какое отношение это имеет к магии? Ой, мадам, натурально вы не понимаете Насчет же заседания вы в полном заблуждении Выехав на упомянутое заседание Каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера У здания акустической комиссии На чистых прудах Весь театр затих А сам на автобусе поехал на Елоховскую улицу В гости к артистке разъездного районного театра Милиции Андреевне Покобачка И провел у нее в гостях Около четырех часов Ой Страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича Вдруг расхохоталась низким и страшным смехом Ха-ха-ха, все понятно И я давно уже подозревала это Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы И внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком Она ударила Аркадия Аполлоновича по голове Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения Которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович Как смело ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича Супруга Аркадия Аполлоновича поднялась в ложе во весь свой гигантский рост Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей Уж кто-кто! А уж я-то смею коснуться! И второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича Милиция! Взять ее! У многих похолодели сердца, а тут еще кот выскочил к рампе Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш! Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой И оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил А именно, по омерзительному выражению, кота урезал Какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш На мгновение почудилось, что будто слышаны были некогда Под южными звездами в кафе Шантане Какие-то малопонятные, но разудалые слова этого марша Его превосходительство любил домашних птиц И брал под покровительство хорошеньких девиц А может быть, не было никаких этих слов А были другие на эту же музыку Какие-то неприличные, крайне Важно не это, а важно то, что в Рите После всего этого началось что-то вроде столпотворения Вавилонского К симплияровской ложе бежала милиция На барьер лезли любопытные Слышались адские взрывы хохота Бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра И видно было, что сцена внезапно опустела И что надувало фагот Равно, как и наглый котяра-бегемот Растаяли в воздухе, исчезли Как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин